Древний камень надгробия нашли в Твери возле бывшего церковного дома. Он был построен на несколько десятилетий позже стоящего здесь ныне храма. На могильной плите сохранилась эпитафия. Расшифровала надпись кандидат исторических наук Юлия Степанова, специалист в области древнерусских надгробий. Надгробие замечательное само по себе. У даты 7071-1563 единица перенесена на вторую строку. По полиографическим признакам и характеру исполнения надгробия из необработанного валуна датируется XVI веком. Аналогия надгробия игумена Григорьева Богословского монастыря Левкия находится на территории Желтикового монастыря. Двора алмазников-ремесленников, занимавшихся обработкой камня, известны и в Кремле, и на посадах Твери в пиццовых описаниях XVII века. Надгробию ни много ни мало 470 лет, а приходу Покровской церкви 14 октября исполняется 300 лет. До этого времени здесь был Афанасьевский девичий монастырь, основанный Софьей, сестрой святого князя Михаила Тверского. Потом этот монастырь был закрыт. И в 1723 году был образован приход Покровской церкви. Покровская церковь тогда здесь была деревянной. Здесь рядом хоронили и монахинь, и священников, и прихожан храма. Это вот, видимо, надгробие одного где-то здесь, ребенка одного из прихожан. Алмазниковы не случайно так называется, говорили, что Алмазниковы – это каменщики. То есть это сын каменщика, возможно, что сам отец и делал это надгробой. А в храме теперь будут молиться об упокоении младенца Петра и всех здесь лежащих усопших православных христиан. 14 октября Русская Православная Церковь отметит праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Он не относится к числу главных, но Руси он издавна один из самых почитаемых праздников среди верующих. 300 лет назад здесь, на месте древнего монастыря, был образован приход Покровской Церкви. В этот день к нам будет привезен уже по традиции ковчег с великими святынями, с частицей Покрова Божией Матери и с частицами мощей ее родителей праведных, Бога Отец Якима Иоанна. В этот день у нас будет служить литургию Владыка Митрополитовской и Кашинской Амросии. Дальнейшая судьба надгробия определится после консультации со специалистами. Установлением и восстановлением исторических мест захоронений в Твери занимается ученый Владимир Пимонов. За четыре года за Волынским захоронением в областном центре он и его соратники смогли восстановить несколько десятков, казалось бы, навеки позабытых могил и памятников. Память должна сохраняться о людях. Все-таки, когда кладбище заброшенное превращается в свалку, это как-то не по-православному, что ли, не по-русски. Владимир Александрович рассказывает, что здесь захоронены почетные граждане Твери, два тверских главы города, священники, просто крестьяне и писатели. Бывает, что место установить не получается. Тогда ученый сооружает что-то наподобие кинотафа, то есть символическое захоронение. Как раз такой монумент он сейчас своими руками делал для похороненного здесь Тверского инженера Петра Богомолова. Очень много сделал для города. В частности, вот мост Богомоловский через Тверцу. Это его работа. Вот он спроектировал этот мост. Также он является автором проекта «Часовни» Иоанна Кронштадтского, здания на Салтыково-Щедрина, где сейчас музыкальная школа. Ну и ряд других зданий. В частности, Заволжская баня, баня на Советской. Этот процесс называется каменотез. Волонный камень, кремнезиом, из базальтовых, красного или черного или коричневого гранита. Он крепче приблизительно в восемь раз. Я делаю в нем нишу. Ниша, вот она. Она уже вырублена. Это для мемориальной доски. Сюда будет вставляться мемориальная доска. Ну, уже, естественно, она с надписью. Целью Владимира Пимонова не является восстановление всех захоронений. Его задача – установление исторических дат, фамилий, приведение в порядок и благоустройство мест захоронений для того, чтобы у нынешних тверичан и у наших потомков была возможность и дальше хранить благодарную память о достойных предшественниках истории своего края. Это очень важно. Ведь, как говорил русский писатель Федор Абрамов, народ умирает, когда становится населением. А населением он становится тогда, когда забывает свою историю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова